всем привет поговорим о том какой обычно я использую дистрибутив и какими программами я на нем делаю записи экрана на диппине я поставил вот из магазинчика штатную программку abs studio пытался ее разными путями там настроить вот начать запись и программа хоп и исчезает навсегда значок остается здесь а программа то не работает по крайней мере символ скрин рекордер пишет значит ну что значит как всегда любой значит запись с экрана надо прогонять через программу audacity чтобы убирать из нее лишние шумы сейчас я это покажу вот я снял короткий фрагменочек фрагментик и вот этот фрагментик мы сейчас поместим в программу audacity а этот фрагментик у нас там будет так описаться значит ну что тоже нигде пустого места нет чтобы можно было этот файловый менеджер куда-нибудь взять и перетащить ну где-то вот так может быть ну вот возьмем этот фрагментик и ставим его сюда значит вот давайте посмотрим что мы здесь как говорится имеем с гуси в начале я сделал перед записью длинную паузу там где-то 5 или 10 секунд чтобы посмотреть а какой же у меня там уровень уровень фоновый ну увеличение ищем стекло увеличительное вот оно теперь что мы можем сделать вот смотрите значит я хочу поймать место до кода значит откуда начинается звук это по-моему где-то вот здесь вот ну давайте послушаем все понятно ну вот такого участка мне вполне будет достаточно ну что они приблизительно одинаковые идем в эффекты делаем значит подавление шума вот мы для начала создаем модель шума вот модель шума сделана левой кнопкой мышки двойной клик то есть выделили все дорожки снова идем на эффекты снова идем на подавление шума и здесь уже модель делать не будем а просто напросто вот давайте поубираем все это дело теперь значит посмотрим ну тут уже что то получается получше пошли дальше значит вот я полагаю что вот этот отрезочек тут тоже не будет ни речи ничего а будет как бы фоновый шум да это создадим еще одну модельку эффекты подавление шума создать модель шума выделили всю область эффекты подавление шума и снова поработаем вот линия стала еще такая более тонкая теперь мы стеклышком увеличительно поработаем поувеличиваем ну в принципе могу так сказать что уже шум тут будет минимальным видите уже нету фонового гудения там ничего такого то есть вот вполне прилично можно увеличить громкость вот таким вот образом то есть обычно там делаете паузу перед началом то есть включили запись программы для записи с экрана и делаете паузу там 5-10 секунд чтобы ее вы могли вот так вот взять сейчас я поставлю на начало вот и чтобы вы ее могли взять вот так вот в качестве эталона шума и завести шум шумоподавление значит когда все это дело сделано затем здесь нажимаете на экспорт и вот экспортируете допустим как mp3 или ocg вот затем в видеоредакторе вставляете основной видеоролик в нем отключаете звук и вставляете вот этот звуковой файлик там редактируете все а потом уже на гора вы даете нормальный видеоролик с хорошим качеством как говорится звука и даже вот несколько здесь я его усилил вот можно уже даже еще раз послушать вот всем привет и поговорим о том про а было вот так вот где то ну а я сделаю вот так то есть тут даже вот на слух вы можете определить что когда начинается такое фоновое гудение вы по звонком чуть-чуть левее подыскиваете оптимальную позицию чтобы звук был громкий чтобы гудения не было вот сохраняете проект экспортируете звуковой файл и все дело как говорится делаете нормально вот это значит вот применительно к дипину значит на дипине хорошо работает пожалуйста программа simple screen recorder поэтому значит вот я ее многим рекомендую вот как использовать я вам показал как удалять шумы при помощи программы audacity то есть нормальные вы сможете делать видеоролики теперь посмотрим чем можно записывать на линуксминт ценамон на линуксминт ценамон 19.1 версии тесса значит работает как simple screen recorder так и abs studio в abs studio в принципе нужно обратить внимание ну что первое добавляете сюда захват экрана вот стоит в настройках значит ну я поставил все фильтры можете ставить только один вот усиление делайте чтобы было сейчас я поменьше сделаю вот десяточку здесь сделаем вот если сильно громко сделать то гул будет и и здесь десяточка стоит вот в принципе это бывает достаточно в настройках значит на выход вот смотрите куда экспортируется файлик и файлик в формате матроска аудио ну вот смотрите ну вот вот тут у меня выскочил как раз и мой микрофончик м108 44 кГц стереоканалы там ну самые обычные настройки нажимаем на окей и значит вот вот, пожалуйста, значит, можно делать и начинать записывать этой программой. Ну, я сейчас пишу через Simple Screen Recorder. Сейчас я Simple Screen Recorder остановлю и начну записывать уже программой Матроска. А потом оба этих видеоролика, маленьких видеоклипа, мы прослушиваем и подправим через Audacity. Итак, я останавливаю Simple Screen Recorder. Сейчас я начинаю записывать программой ABS Studio. Значит, ну что, значит, обычно, ну давайте так. Вот я сверну пока значок его. Его всегда можно вот здесь вот правой кнопкой, пожалуйста, можно остановить запись, можно запустить по новой. Значит, вот еще один раз потренируемся в программе. Откроем из видео папочки. Значит, вот эта первая часть, которую мы записывали программой Simple Screen Recorder. Вот получается вот такая вот штучка. Здесь, как видите, гораздо меньше шумов, чем в DIPINI. Послушаем. На Linux Minson Amon 19.1 версии TESA. Значит, работает как Simple Screen Recorder, так и ABS Studio. В ABS Studio, в принципе, нужно... Ну вот, я сразу вижу вот этот участок, где, естественно, нет ни одного голоса. Вот слушайте. И вот я теперь могу зайти в эффекты, подавление шума, сделать модель шума. Левой кнопкой мышки дважды кликнуть, чтобы выделились все каналы. Снова пойти на эффекты. Подавление шума. И убрать его. Вот эта линия вообще почти что прямой стала. И сделал я вот усиление. Так что слушаем. На Linux Minson Amon 19.1 версии TESA. Значит, работает как Simple Screen Recorder, так и... Ну, как слышите, нет ни гула, ничего, и громкость достаточная. Вот. Сильно громко я делать не хочу, но хотя покажу, почему бы и нет. Вот, слушайте. На Linux Minson Amon 19.1 версии... Вот слышите, было либо издребежание голоса, поэтому я сделал чуть потише. TESA, значит, работает как Simple Screen Recorder, так и... Вот таким вот образом. Когда я уже подогнал... Все необходимое... Значит... Ну, видите, везде, так сказать, нормальные линии... Значит, я иду в файл... И могу сразу экспорт как mp3. Где сохраню... Видео... Ну, назовем его... Simple Screen Recorder. Ну, можем перепровериться. Вот, этот файлик аудио сохранился. Ну, и таким же образом я буду редактировать другой файлик, вот, который сейчас сделаю программой ABS Studio. Также его почищу от всяческих шумов. Ну, основные принципы, вот, работы, значит, вам даны. Только скажу одно. Что, если на vp, последней версии программа ABS Studio не хотела работать совсем, то на CineMoney она работает, но зато на CineMoney очень здорово глючит видеоредактор OpenShot. Вот, и поэтому я, значит, поставил сюда вот видеоредактор ShotCut. Вот этот видеоредактор работает хорошо. И на нем, как говорится, и ролики там редактируются и так далее. И при помощи ShotCut я, значит, вот, буду, делаю практически весь этот видеоролик о программах для записи с экрана. И вкратце, значит, вот вам там простейшую функцию показал в Audacity, как немножечко усиливать звук и очищать его от посторонних шумов. Вот, ну ладно, я считаю, что эта информация для многих окажется познавательной и полезной. Так что я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, всяческих успехов, удач. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok